Задача. Поучаствовать в пересъёмках фильма «Бойцовский клуб». Исполнитель Андрей Лошак. Меня всё время спрашивают, знаю ли я Тайлера Дердена. Три минуты. Вот она, точка отсчёта. Хочешь произнести небольшую речь? Когда во рту пистолет, можно издавать только гласные. Спустя 10 лет после премьеры «Бойцовского клуба» краснодарские студенты Саша и Дима сделали его ремейк. Рекламу любят тряпки и машины. И заставляют нас работать, чтобы мы покупали ненужное нам дерьмо. Постепенно мы это понимаем. И нам становится очень, очень паршиво. Фильм обстоятельно пересняли кадр за кадром. О чём это кино, юноши не сразу поняли, а когда смысл дошёл, немного даже напугались. Вообще сам фильм представляет собой протест. Протест против, так сказать, устройства общественного современности. Я вообще сам сторонник более спокойных каких-то вещей. Я не такой, как бы, ни анархист, ни радикал тем более. Поэтому такие идеи, они, в принципе, мне как-то не близки. Да, не хотели бы, в принципе, оказаться на месте Таллера и какие-то вот такие вот вещи делать. Не хотели? Не хотели. Мы более приспособлены к жизни такой обычной, умеренной какой-то, вот, спокойной. Какой же бойцовский клуб без мордобоя? Мы тоже решаем подраться. Тогда, скорее всего, драка с блондином. Блондин. Оптимальный вариант. А там что было? Ну, в драке там, как блондин бьёт Нортона несколько раз в лицо, и потом, как бы, Нортон ворачивается от удара, бьёт по почкам блондина, а тот поворачивается, от боли падает, и Нортон его просто добивает и безжалостно начинает лупить. То есть вот такой вариант. Я должен кого-то безжалостно лупить. Ну, да. Недостроенный коттедж на местной рублёвке протягивает из соседнего дома свет. Съёмки идут в боевых условиях. Крепление штатива давно сломалось. Вы наносите удар Миши. Как-нибудь, не знаю, можно слева и так пух один раз, и так сделаешь, а потом так вы поворачиваете к нему, например, почкой, да, и он как бы так пух. Дерутся здесь понарошку, но иногда проскакивают настоящие удары. Тебе главное показать, как будто в тебя реально попали. Тебе нужно резко головой напомнить. В меня реально попали? Да. Ну, не надо. Можно проснуться в Сиэтле, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе. Ты просыпаешься в аэропорту Краснодара. В Екатеринбурге. Снимали на голом энтузиазме. Салатик в пластиковой коробочке вместо чизкейка. Марла Зингер, страдающая на фоне родных ковров. Двуглавый орел в кабинете шефа. Мамина шуба вместо куртки от Гуччи. Детали русского быта привнесли особый колорит. Очередной акт вандализма разыгрался сегодня в кредитбанке на улице Красная. Но суть фильма ребята передали верно. Ты больше, чем твоя тачка. Ты больше, чем содержимое твоего кошелька. Ты больше, чем твоя хреновая одежда. Ты часть вселенской кучи дерьма. Проповедь Тайлера не тронула юные сердца. Авторы ремейка – безнадежные материалисты. Саша учится на юрфаке и собирается устроиться в прокуратуру. Если с карьерой в кино ничего не получится. Дима показал нам свои мечты. Дом в элитном коттеджном поселке и новая машина Ауди. Вот она моя мечта. Не знаю, самая-самая любимая марка и самая любимая машина. Ауди А5. Вообще супер. Вот эти здания, они были построены уже после того, как мы сняли фильм. Это банки, да? Это банки, да. Ну, фактически это финансовый центр нашего города. То есть, получается, что то, с чем боролся Тайлер, оно вот пришло сюда? Да, оно фактически пришло уже после съемки. В бойцовском клубе, в финальной сцене, они, собственно, и взрывают банки. Все эти банки, чтобы обнулить кредитно-денежную систему, возвратить всех на первобытный уровень, конечно. На мой взгляд, просто радикальные способы, они всегда излишни. Я бы, конечно, ну зачем, зачем взрывать? Зачем это? Всегда есть пути альтернативные. Какие? Сложные. Не брать кредиты? Это уже протесты. Не брать кредиты, это, оказывается, уже протест. Саша очень не хотел, чтобы его заподозрили в нелояльность. Хотелось бы говорить наиболее политкорректным, чтобы не вызывать ни у кого какую-то жесткую антипатию. Просто, ну, сейчас такое время. Вместо крови на съемках бойцовских сцены использовали кетчуп и акварель. Кетчуп был слишком темный. Темный? Он лучше, как черный. Лучше, чуть-чуть акварели тогда. Драку из фильма решили переиграть наоборот. Безжалостно лупить будет блондин. С исторической точки зрения так вернее. Материализм нулевых одерживает символическую победу над идеализмом 90-х. Реалистично? Нет ощущений, что я обделся шашлыком. На прощаниях кружка пива в том самом баре, где у героя фильма началась новая жизнь. Помните, мы когда не сидели в баре, как мы сейчас в тайне спрашивают героя, который играет Нортон, что такое дюве? Не страшно. Это плен такой вещей. Да, одеяло, просто одеяло. Зачем нам с тобой знать, что такое дюве? Это важно для выживания. В прямом смысле этого слова? Нет. Мы вот просто поменяем, например, дюве, заменим другим словом. Что такое Audi? Это машина. Просто машина. То есть кто мы такие? Мы потребители. Просто потребители. Верно. Побочные продукты. Определенный стиль жизни. Бортон Гейс, ну и ничего. Обреки, что меня не волнует. Нас волнует журнал о знамятости. 500 телеканалов. Имя какого-то чувака у меня на трусах. Естественно, в принципе, как бы да. Согласен с тем, кто говорит, что Альер Берн по поводу машины Audi. В принципе, конечно, согласен, что это все это, как бы, есть более-таки важные ценности, да? Какие-то духовные ценности. Но это такой маячок. Ну это, конечно, это приятный маячок. Самое главное в жизни – это успех. А с успехом придет, в принципе, и все материальные ценности. А там будут и поклонницы, и красивые автомобили, и хорошие дома, и так далее. И диалог кончается тем, что Дюрдан ему говорит, твои вещи тебя поработили. В конечном счете ты станешь рабом своих вещей. Да, впрочем, кто знает. Впрочем, делай, как знаешь. Наверное, единственное, что изменили авторы ремейка – это финал. Герой погибает, так и не взорвав краснодарский даунтаун. Жаль, эффектной была бы концовка. Зуба следree, как у folks у нас. Мы не говорим, что здесь ничего знаете. «Я не больше я пытаюсь его спросить». Скажи, что это проига.